всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать системы джекаса урок номер 28 в этом уроке я хочу вам показать как можно красиво и разнообразно оформлять карточки товара каждому продукту я оформил уже один такой товар и давайте посмотрим что у меня получилось перехожу внутрь товаров сейчас я использую другой магазин который залит у меня на хостинге то есть это наушники но оформил карточку конечно же я просто демо данными не относящиеся к самим наушникам тут самое главное показать донести вам именно как это может красиво выглядеть давайте прокрутим вниз и посмотрим вот обратите внимание это только можно сказать малая часть то что можно сделать и причем это делается каждому товару то есть у нас вкладка описание красиво разбита на две колонки текст видео то есть если нужно то есть можно чередовать не обязательно вставлять видео можно как угодно вставить разделено все тонкими полосками такими видео проигрывается можно сделать на весь экран можно сделать первую букву заглавную таким образом дальше таймер например у данного товара идет акция а я напротив можно написать информацию об этой акции то есть тут тик и таймер а тут идет описание дальше какие-то характеристики товара выраженные таким прогресс баром такими полосками анимированными также текст например информация об этом также какие-то данные товара отобразить вот в таком виде круговой прогресс бар так называемый то есть после обновления вы видите да имеет анимацию и можно вниз вот так вот продолжать как бы создавать различные блоки страница будет так автоматически удлиняться и своего рода получается как бы лендинг именно к товару вот представьте что можно сделать к разным товарам разное оформление конечно это займет время то есть время оформить вот это все дело здесь все-таки нужно набить руку чтобы это все вот это оформить но это не сложно самый главный вопрос как это я сделал это сделано за счет стороннего плагина который никак не относится к системе джейкасса сразу скажу плагин платный называется он ultimate short код но хорошо что система джейкасса имеет интеграцию с данным плагином иначе у нас так просто все не получится сделать по поводу плагина если вам эта тема интересна пишите мне на почту почта будет в описании как приобрести плагин дешевле а сейчас посмотрим давайте несколько примеров как это технически реализовать в продукте переходим на наш сайт систему джейкасс то есть в админ куда переходим давайте сначала я устанавливаю этот плагин устанавливается он как обычно здесь этого плагина нет в данной версии джума на момент записи урока последней версии у меня ultimate short код 380 обычно устанавливается данный плагин все очень быстро просто и все даже настройки не нужны в плагине да мы с вами просто переходим в джейкасса продукты мы переходим с вами в тот продукт там где мы хотим оформить карточку товара то есть это у нас описание и просто вот появляется здесь кнопка вставить short код именно в нашем редакторе то есть я ставлю курсор чтобы не гал там где хочу это оформить и давайте смотреть на дэм и пример что нам нужно сделать первое то есть я буду сейчас оформлять именно вот как здесь по дэму примеру до 1 это такая разделительная линия давайте посмотрим как ее оформлять клику вставить short код и вы сразу можете видеть если вы раньше не видели здесь много чего есть и представьте что это все можно засунуть по идее ну конечно же все что вам будет нужно конечно здесь придется разобраться что здесь к чему отвечает дабы здесь есть наверху полезные кнопки которые сортируют и подсвечивать только то что нужно то есть относящиеся к этой категории например с содержанием подсвечивается только то что нужно то есть нам и нужно содержание вот первое разделитель это и есть эта линия до кликом разделитель здесь можно выбрать как разделителю выглядит там . пунктир и так далее цвет этого разделителя сразу предлагаю вам прокручивать вниз страницу и нажимать предварительный просмотр вот сразу видно такая тоненькая линия еле видно можно ее сделать потемнее и вот она уже ярко выражена сразу хочу предупредить здесь можно вставить иконку как в центр линии как с краю но она будет смотреться не очень хорошо на сайте это проблема уже сама самих вот этих вот иконок лучше не ставить просто поставить разделительную линию в принципе можете по-русски все почитать какие есть настройки лишь я поставлю то что действительно важно мне лично то есть верхний отступ побольше сделаю 15 нижний отступ тоже 15 это от линии сверху и снизу все предпросмотр сразу предлагаю вам делать вот здесь у сохраненные копии сразу как-то их называть окей и вот потом в этой кнопочке у вас будет как бы фреймворк готовый к этому разделителю и причем здесь можно создать много всяких разделителей нажимаем вставить код он здесь выглядит вот таким вот образом давайте сохранимся сразу посмотрим получается ли у нас идем на сайт обновляем страницу если мы пройдем в продукт и не увидим разделительной линии увидим такой код значит у нас в магазине не включена опция обрабатывать плагином как это сделать мы переходим в админку нашего сайта закрываем товар давайте перейдем в настройки магазина на вкладке магазин прокрутим чуть ниже обрабатывать плагин и включаем в положение да теперь все шорткоды будут видны будут корректно работать нажимаем сохранить закрыть возвращаемся в наш продукт на сайте видим пока кусок кода обновляемся и теперь вместо кода мы видим разделительную линию начала положим следующий у нас идет два элемента то есть текст и видео она просто так не вставляется нужно это вставлять через специальный разделитель колонок давайте это сделаем возвращаемся также в админку ставим курсор чтобы мигал после кода нажимаем enter с новой строки заходим вставить шорткод прокручиваем ниже и нам нужна вот эта кнопка строка с колонкой кликаем здесь будет три элемента нам то есть разделение по сути контента на три колонки нам пока этого не нужно мы нижнюю часть удаляем а вот здесь отношения ставим один к двум то есть вместо тройки меняем один-два в предпросмотре вот уже рамочками видно до распределения по колонкам а там где написано контент мы по идее можем вставить любой контент мы нажимаем здесь вставить шорткод пока он стоит вот так вот ничего мы пока не увидим потому что здесь нужно еще контент вставить далее я беру какой-то произвольный текст просто для примера аккуратненько удаляю вот так вот слово контент и вставляю текст давайте на этом уровне сохранимся обновимся и посмотрим вот вы уже можете наблюдать текст у нас отлично поместился в колонку а здесь слово контент сейчас мы здесь ставим видео ну и текст конечно лучше если его много разделять так пробелом на параграфы небольшое разделение далее идем в youtube получаем просто ссылку на ролик который нам необходим возвращаемся в админку вставить шорткод самый низ прокручиваем и в самом низу нижняя кнопка youtube видео про именно она потому что за счет вставки ролика через эту кнопку видео получается сделать адаптивным что будет хорошо смотреться на мобильных устройствах на вашем сайте кликаем и все просто вставляем ссылку на ролик при желании можно здесь даже организовать плейлист ширина высота ролика сразу можно прокрутить самый низ предпросмотр посмотреть видим что ролик встал здесь также почитайте все в принципе понятно написано мы кликаем здесь кнопку показать код выделяем весь код и копируем здесь мы закрываем и вот это слово контент мы убираем и вставляем наш плеер здесь нужно быть внимательным нужно удалять пробелы и в некоторых случаях где-то вот этот код должен начинаться не с новой строки а идти сразу после этого кода то зависит от того как это выглядит на сайте то есть бывает некие такие фрезы если они сейчас покажутся то это будет наглядно видно да есть даже может быть не фрезы может быть вам так будет больше нравится можно наблюдать что сейчас вокруг ролика youtube есть такая рамка то есть по сути ее как бы не должно здесь быть вот если я сейчас поставлю курсор перед кодом youtube и сделаю так чтобы он начинался сразу на той же строке где начинается колонка 12 и сохранюсь то разница будет обновляемся вот вы видите рамка исчезает вокруг ролика то есть вот такие нюансы они к вам придут когда вы оформите так несколько карточек товара и уже будете настоящим профи оформление красиво товаров в интернет-магазине ролик у нас работает открывается на весь экран то есть вот такого вот плана дальше вы просто дублируйте прямо отсюда control c control в вставляете разделитель внизу и ниже создаете следующий контент который который относится к этому товару вот обновляем страницу вот видите разделительной линии внизу вставлена то есть вот начало видите положено то есть далее что вы делаете также enter с новой строки вставить шорткод две колонки и разделяете материалы то есть дальше у меня таймер там идет текст ну и давайте еще покажу буквица то есть как вставить вот такую букву в в начале большую это достаточно симпатично то есть у нас в данном случае здесь с такой же буквы начинается то есть маленькой да то есть она конечно большая начало заголовка да но не такая большая как в буквице здесь что мы делаем мы ставим вот в удаляем и ставим чтоб курсор мигала именно тут заходим в плагин содержание здесь выбираем его здесь буквица кликаем здесь вместо d за главную букву ставим в начало нашего предложения сразу смотрим предпросмотр здесь можно видите несколько вариантов выбрать вот обычная в есть еще вот такой вариант в светлом кругу или в тем то есть на ваше усмотрение здесь уже и размер размер вот здесь вот можно управлять вот и в принципе нажимаем вставить то есть у нас получается шорткод внутри шорткода то есть вот начинается колонка дальше вот начинается вот это вставляется вот прямо до суда вот это вот буковка в будет у нас в у нас вот здесь прописано здесь это смотрится как-то казалось бы грубо некрасиво сложно на первый взгляд но поверьте мне это будет смотреться круто обновляемся и вот вы видите как это выглядит здесь все получилось на этом данный урок я заканчиваю надеюсь для вас был полезным интересным если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал надеюсь что у вас за счет этого плагина будут красивыми оформление карточки товара не хуже чем у меня подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании за плагином обращайтесь ко мне на почту почта также в описании на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь и а и и Субтитры создавал DimaTorzok